Время новостей на Вектор ТВ с обзором событий Юлия Рубцова. Здравствуйте! Сегодня в выпуске. Человек хочет видеть, сколько он заработал себе на пенсию. Работники открытого акционерного общества Полоцк Транснефть Дружба адресовали свои вопросы помощнику президента Беларуси по Витебской области. Глава Новополоцка Дмитрий Демидов провел прямую телефонную линию. Полное погружение в атмосферу армейской жизни на базе войсковой части 32-404 открылся военно-спортивный лагерь для кадетов. Сейчас об этом и не только. Расскажем более подробно. В Беларуси 2018-2020 годы пройдут под знаком Года Малой Родины. Соответствующий указ номер 247 подписал президент Беларуси Александр Лукашенко. сообщили Белорусскому телеграфному агентству в пресс-службе белорусского лидера. Документ принят в целях стимулирования социально-экономического развития региона, формирования активной гражданской позиции у населения, сохранения историко-культурного и духовного наследия. Совету министров поручено совместно с облсполкомами и Минским горосполкомом разработать и утвердить республиканскую программу мероприятий по данной тематике до 2020 года, а также обеспечить координацию деятельности государственных органов и других организаций по выполнению названной программы. Как сообщалось Белорусскому телеграфному агентству о возможности расширения временных рамок проведения Года Малой Родины, Александр Лукашенко заявил в апреле нынешнего года на республиканском субботнике. «Объявить год Малой Родины была моя идея. Много было предположений. Думал, надо все-таки эту тему поднять. Это даже не год Малой Родины, а трехлетка, потому что за год мы вряд ли что-то там построим, создадим. Сразу людей не повернешь. Они сначала должны привыкнуть, осознать, наметить себе какие-то планы. А где-то кому-то надо и деньги заработать, чтобы в свою Малую Родину вложиться», отметил глава государства. И тогда я предложил, давайте мы объявим этот год Малой Родины и подумаем о продлении. Поэтому это только старт. С коллективом новополоцких дружбенцев встретился помощник президента инспектор по Витебской области Александр Суботин. Новополочане спрашивали о перспективах строительства нового ледового дворца в городе, о пенсионной реформе и адресовали помощнику главы государства вопросы личного характера. В центральном офисе открытого акционерного общества «Полоцк Транснефть Дружба» помощник президента Беларуси инспектор по Витебской области Александр Суботин уделил время личному общению с людьми. Начало встречи не предвещало высокой активности, но затем интерес разгорелся. Наиболее значимым стал вопрос о происходящих в стране изменениях в порядке пенсионного обеспечения. Люди высказывают мнение о том, что проводимая политика нацелена исключительно на увеличение возрастного диапазона и не предлагает реальных механизмов влияния человека на размер своей пенсии. Это негативно сказывается и на мотивации к труду, и на ожиданиях работающих людей. Я как гражданин, я не вижу, у меня есть пенсионная карточка эта зеленая, я не вижу, сколько я себе заработал. И практически это каждый гражданин не видит. То есть можно ли как-то с Министерством труда подкорректировать, изменить это наше пенсионное законодательство, чтобы каждый гражданин, работающий и платящий все нормальные налоги, чтобы видел в конце концов, сколько я в данном случае заработал себе на пенсию. Александр Суботин согласился с несовершенством некоторых преобразований, отметив при этом, что вот такие встречи, мнения людей и помогают находить наиболее оптимальные пути решения стоящих перед обществом задач, хоть процесс внесения изменений в законы и не быстрый. Есть такой механизм, действительно, мы ежемесячно собираем такие пожелания, и потом администрация делает на основании замечаний помощников, делает поручение правительству, что вот на это, обратите внимание, это, 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 и правительство потом уже это как дорожную карту тоже использует. Поэтому я ваше предложение услышал. Я буду говорить с самим министерством, потому что по процедуре инициатива должна отойти от министерства. И, конечно же, в министерстве труда и соцзащиты сконцентрированы специалисты, которые живут этим и которые знают все, не просто вопросы, знают и подводные камни, подводные течения, которые могут возникнуть, когда этот вопрос уже пойдет на самый верх, согласовываться. И поэтому я буду с ними общаться, буду выносить то, что услышал здесь, и совместно будем пытаться поменять. После общения с трудовым коллективом нефтетранспортного предприятия помощник президента познакомился с деятельностью открытого акционерного общества «Полоцк Транснефтедружба» в рамках небольшой экскурсии. Глава общества Василий Дроботов рассказал о том, что «Дружба» – это динамично развивающееся предприятие, использующее в работе последние достижения науки и техники. Процесс транспортировки нефти и нефтепродуктов автоматизирован. Главный проект настоящего времени – это строительство магистрального нефтепродуктопровода «Новополоск-Фаниполь». Кроме этого, Александр Суботин посетил и ряд городских объектов, в частности, Ледовый дворец, где сейчас ведется реконструкция. В автобусах душно, в подъездах темно, а во дворах непорядок. Такого рода жалобы озвучили новополочане на прямой линии, которую провел глава Новополоска Дмитрий Демидов. Первые звонки на прямую линию с участием Дмитрия Демидова стали поступать уже за пять минут до официального начала ее работы. По сложившейся практике дистанционное общение главы города с жителями сопровождают начальники отделов и управлений городской администрации. Слушаю вас. Среди привычных для этого времени года вопросов о плохих дорогах и нескошенной траве выделялось обращение жительницы 92-го дома по улице Молодежной. Это дом, расположенный за торговым центром. И во двор этого дома повадились ходить посетители близлежащих летних кафе. К окну подойти невозможно, потому что мужчины стоят во дворе в туалете. Ну, это же не дело. В Беларуси официально установлен список мест и организаций, где должны быть общественные туалеты. В случае отсутствия таковых, магазины, кафе, бары должны впускать граждан в служебные. Кто и что должен делать в сложившейся ситуации, во время прямой линии выяснить не удалось. Поэтому председатель горосполкома поручил рассмотреть возможности установки биотуалетов или иным образом решить вопрос. О проблемах во дворе сообщали и жители дома 174А по Молодежной. Один за одним трое жильцов позвонили, чтобы рассказать о трудностях, связанных с выездом автомобилей из двора и подвозом детей в расположенные рядом Яслисад и начальную школу. В нашем дворе с утра организована посадка, высадка детей для детского сада и школы. И очень большой поток машин. Скажите, какой-нибудь вопрос будет решаться в ближайшее время? Да, вот как раз перед вами звонили тоже из вашего дома именно по этому вопросу. Ну, потому что у нас, знаете, как с утра, так и не выехать и не въехать в наш двор. То есть и безопасность детей там они могут и под колеса там. Значит, мы планируем в этот сезон завершить работу, вот эта окружная, которая пойдет с внешней стороны района. Она будет выполнена и там, чтобы люди уже пользовались парковкой, которая предусмотрена для посадки и высадки. Плюс отдел образованию поручено до 1 сентября сделать дополнительную политику со стороны универсала Монавтан. Чтобы разогрузить карту. Да, да, да. Ну, а потом, когда все эти варианты будут проработаны, мы посмотрим уже вопрос о целесообразности ограничения движения у вас по дворовой территории. Всего за два часа работы прямой телефонной линии с участием председателя Новополоцкого горосполкома к Дмитрию Демидову поступило 9 вопросов. Ничего нового. По-прежнему большая часть обращений связана с деятельностью служб жилищно-коммунального хозяйства. Вопросы ЖКХ, вопросы благоустройства, они всегда у нас занимают ведущее место в обращениях. Конечно, это позволяет нам найти где-то наши узкие места, где-то наши выявить, высветить недоработки и своевременно принять меры реагирования. Ну, поэтому такие формы работы, как прямой телефонной линии, как встречи в трудовых коллективах, выездные приемы в ЖЭСах мы будем и дальше развивать. Я думаю, что та ситуация, ситуация действительно у нас стабилизировалась с обращениями граждан. Сейчас несколько у нас даже уменьшение количества обращений идет по сравнению с предыдущим периодом, с прошлым годом. Ну, это, наверное, говорит о том, что службы на местах, наши предприятия, в принципе, достаточно оперативно реагируют на вопросы, которые возникают у наших жителей. Ни один вопрос не останется без нашего внимания, рассмотрения и реакции. Екатерина Толстикова, Артем Табаков, Вектор ТВ Митинг у мемориального комплекса «Звезда» состоится в Бараухе в день всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны 22 июня. Начало мероприятия запланировано на 12 часов. Цветы и венки к мемориалу возложат руководители и представители трудовых коллективов города, а также учащиеся средней школы номер 15. Принять участие в торжественном митинге приглашаются все желающие. Самооборона, огневая подготовка – такую альтернативу вместо обычного летнего отдыха выбрали курсанты Полоцкого кадетского училища. Более полусотни ребят погрузились в атмосферу армейской жизни в войсковой части 32-404. Там открылся военно-спортивный лагерь. Нет, это не кадры из кинофильма. Это обычный день кадетов в военно-спортивном лагере. Полное погружение в армейские будни на целую неделю. И такая боевая готовность у Анастасии во всем. Мальчишкам-сверстникам уступать не собирается. Разобрать автомат за 14 секунд – пожалуйста. Плюс 17 килограммов экипировки к весу – никаких проблем. Занятие тяжелой атлетикой в прошлом помогает девушке сейчас. На вопрос, почему такой выбор, Настя с уверенностью ответит. У меня папа военный и мне очень нравится форма. Я считаю, что на девушке она сидит достойно и делает ее как-то гораздо так мужественней, ответственней. Мне кажется, она нас украшает. В этой части я впервые, это мои первые полевые сборы. Я поступила в кадетское училище в прошлом году, потому что поняла, что хочу свою жизнь связать с внутренними силами Республики Беларусь. Они все мечтают сначала о срочной, а потом о постоянной службе в вооруженных силах. Поэтому армейская дисциплина вопросов не вызывает. Привыкли. Готовы? Да, точно. К бою. На первую смену в военно-спортивном лагере на базе войсковой части 32-404 приехало более полусотни кадетов-старшеклассников. Подъем по уставу, сон в обычных казармах, занятия на плацу, огневая и тактическая подготовка. Распорядок дня напряженный, но справляются все, потому что знают, для чего такие усилия. В пять лет я посмотрел военные фильмы, мне очень понравилось. Спросил у мамы, как поступить, как стать военным. Она сказала, ну вот, поступишь в кадетское, тогда у тебя все получится. Вот я в восьмой класс поступил, и поэтому так продолжилось. И после одиннадцатого я уже пойду в какую-нибудь военную академию или в другое военное училище. Конечным этапом подготовки кадетов является воспитание в них патриотического духа, не боязни армии как таковой, потому что, сами знаете, в последнее время бытует и пестрят интернет-порталы, интернет-источники о том, что в армии творится бардак, в армии происходит дедовщина. Но, приходя сюда кадеты, они смотрят, все это видят и понимают, что на самом деле это не так. Это единичный случай в вооруженных силах, поэтому все солдаты служат, все солдаты довольны, и кадеты это видят. Кадетское училище для войсковой части – подшефная школа, поэтому работа с курсантами начинается с самого сентября. И такой лагерь что-то вроде экзамена за весь учебный год. Уже скоро кадетов-старшеклассников части заменят курсанты помладше. Здесь готовится принять еще без малого 70 ребят, которые уже тоже решили из тысячи профессий выбрать одну – родину защищать. Ольга Баранова, Сергей Пальцев, Вектор ТВ Селфи-фото с вышиванкой. Конкурс по таким названиям проводит Новополоцкая общественная организация Белорусского республиканского союза молодежи. Для участия горожанам предложили две номинации – традиционное фото и селфи-фото. Такая идея вызвала у новополочан интерес. Об этом свидетельствует многочисленное фото, которое присылают на почту и размещают в социальных сетях ВКонтакте и Инстаграм со специальным хэштегом. К участию в конкурсе приглашаются все желающие. Спешите разместить интересные фото для участия в конкурсе можно до 26 июня. Подробности событий городской жизни с комментариями их участников узнавайте также в свежем номере газеты «Новополоцк сегодня». В эту пятницу вашему вниманию следующие темы. Мастера ландшафтного дизайна и кудесницы цветочных композиций – именно так можно назвать работниц участка озеленения спецавтобазы, руками которых создается настроение новополочан и гостей нашего города. Тема недели. В Минске главы государств Белоруссии и России провели заседание Высшего государственного совета. Никто не забыт, ничто не забыто. 22 июня в нашей стране отмечается скорбная дата – День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны. Нынешний год богат на знаменательное событие. Только закончились праздничные мероприятия по случаю 60-летия Новополоцка, как появился повод поздравить еще одного юбиляра. Общество с ограниченной ответственностью Юджин отметил 25 лет со дня своего основания. По прогнозам синоптиков, в пятницу 22 июня в Новополоцке ожидается пасмурная погода, дождь, ветер западный до 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью до 19 тепла. Днем воздух прогреется до 20 градусов со знаком «плюс». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова